Глава 34 Виктор Сергеевич Милютин не слишком любил свой район Москвы, но он не променял бы его ни на какой другой, самый фешенебельный или благоустроенный. Точнее, скажем так, он вообще не слишком любил Москву, оставшись в душе провинциалом, но окраина, где он проводил свои заполненные, напряженнейшим, ничего не деланием дни, напоминала ему провинцию в наибольшей степени. А окраина ему досталась старинная, солидная, заросшая не вековыми, но достаточно старыми деревьями, которые летом и весной призывно шелестели, приглашая погулять. Здесь не ликвидировали ради застройки турецкими новоделами стихие скверы и маленькие площади, с никому не интересными, но создающими особую атмосферу гипсовыми скульптурами, изображающими пионеров, летчиков и маленьких лениных. Да, правда, невеликого росточка, должно быть, в натуральную величину. Не найдется здесь и одинаковых, наспех сляпанных белых блочных коробок, одинаковых, точно поставленных на попа, силикатные кирпичи. Никаких признаков агрессивной архитектурной среды, которые, по мнению психологов, провоцируют депрессию и асоциальное поведение. Дома сталинских времен, крашенные в светло-желтый или бежевый цвет, с их ложноклассическими фасадами, арочными, чердачными окнами и лепными завитушками, приобретшими от времени налет благородной старины и сладких детских воспоминаний. А также, что немаловажно, и здесь мы из области лирики перебрасываемся к презренной прозе, продукты здесь, по сравнению с фешенабельными районами, стоили пока еще баснословно дешево. Виктор не привык задумываться о деньгах. Надо будет Танька раскошелиться. Но необходимость платить за батон колбасы или бутылку водки вдвое дороже, чем они того стоили, делая из него дурака. А он не любил оставаться в дураках. В прошлом он такое допускал, но больше ничего подобного в его жизни не будет. Упоминание бутылки водки не означает, что она входила в ежедневный милютинский рацион. Но Татьяна Плахова ошибалась, полагая, что если блудный брат явился к ней пьяным, значит, он постоянно пьет, не делая исключения даже для времени родственных визитов. Совсем нет. Нет, тут зависимость скорее обратная. Если б Виктор не напился, он бы не осмелился к ней прийти. Одна мысль о том, чтобы встречаться с сестрой, нагоняла такую тоску, что выпить настоятельно требовалось. А сегодня выпить требовалось по той причине, что неотступно вспоминалась встреча с сестрой. Если не отогнать воспоминания, к ночи станет совсем худо, потому что день не сдался с самого утра. В мутном ноябрьском сумраке, делающем утро неотличимым от вечера, Виктор оторвал голову от подушки с превеликим трудом. Снилась ему тоже какая-то муть. Не то он кого-то в собственной ванне топил, не то его топили, нашарив наручные часы среди хлама на прикроватном столике, многократно залитым спиртным, но еще сохранившим благородный красно-деревный вид. Обнаружил, что уже двенадцать часов дня, точнее десять минут первую, открытие резануло по сердцу. Виктор Милютин давно не ходил на работу, и никаких занятий, предполагающих ранее вставания, у него не было. Однако он ненавидел долго спать. Сон, смерть в миниатюре. Пока спишь, ты не осознаешь себя. Тело твое превращается в неподвижную колоду, а лишенная разума душа блуждает по неведомым, топким полям, где легко заблудиться. А жизнь-то уходит, граждане дорогие, уходит. Отбросив одеяло, которое для постороннего нюха отдавало покойницкой, поскольку его ни разу не стирали и не чистили, Виктор отбросил пижаму и так стремительно вскочил в трусы и брюки, словно работал в пожарном или опаздывал на поезд-экспресс. От резкого подъема, отвыкшая от физических нагрузок тела, повалилась обратно, вынудив отлеживаться, пока не отойдет томительный звон под черепной коробкой и мельтешение мушек в глазах. В этот момент явилась мысль — Танька меня засунула на самое дно. Мысль не имела веских оснований в том, что Виктор Милютин очутился на дне московского бытия, был виноват Виктор Милютин и никто другой. Ну, если вникать, невозможно не признать вины его беспокойной совести. Однако обжигающее чувство, поднимающееся откуда-то из нижних слоев психической магмы, безапелляционно утверждало — это все Танька. Надо сходить к ней еще раз и спросить. — Че ж ты со мной сделала, сестренка? Она не ответит, конечно, на такие вопросы ответа нет, но хоть стыдно ей станет. Нет, не станет. Ей никогда не бывает стыдно. Если Танька чего-то хочет, она этого добьется, и ей не помешает такое свойственное вообще-то людям чувство, как стыд. Виктор обвел свинцовым предзапойным взглядом комнату, знававшую лучшие времена, зачем-то возвел глаза к потолку с липным плафоном, покрытому мелкими трещинами и пятнами от протечек. Ему стало настолько невыносимо, что впору было прилаживать петлю к спускающемуся из центра плафона к рюку, с которого косо свисала люстра в виде цветка лотоса. Если до мысли о петле без водки еще можно было как-то перекантоваться, то сейчас эта потребность стала настоятельной. Без водки ему сегодня, как сердечнику, без нитроглицерина. И, не противясь неизбежному, Виктор полез пересчитывать наличность в кошельке. Десяток и сотен и бумажек было много. Это радовало. Тысячи он хранил для более серьезных случаев. Пятисотки его раздражали, он старался бы скорее их разменять. Как только Виктор опустил за собой железную дверь подъезда, захлопнувшуюся с могильным скрежетом, ветер швырнул ему в лицо и беззащитную шею порцию колючей снежной купы с пылью и облетевшими листьями. Неприятно обнаружить, что погода сделала очередной финт, и позавчерашняя теплынь сменилась еще не зимним, но ощутимым холодом. Не вернуться ли, чтобы надеть шарф, перчатки и вместо куртки пальто? Потоптавшись у подъезда, Виктор передумал возвращаться. Во-первых, внешние неприятности отвлекают от внутренних. Во-вторых, чем сильнее замерзнешь, тем отраднее будет потом согреваться. И, в-третьих, до магазина двести метров. Пересечешь квадратное, ставшее вдруг скользким пространство от двора, потом через дорогу, и вон он на углу. Поплотнее прижимая подбородком распахивающийся воротник куртки к груди, Виктор зарысил к подворотнику. Из окна первого этажа ему издевательски высунул красный язык сидячий медведь, покрытый неопрятной, свалявшейся, длинной, жёлстой шестью. Это кто ж такие игрушки детям дарит? Неприятно подумал Виктор. Такое чудище медвежины только в белой горячке показывать. Красно-белая вывеска магазина продукты радушно сияла посреди ноябрьского морока, точно бумажный фонарик на задворках Йокогамы, сулящие чистые и не совсем чистые радости. Преодолевая сопротивление ветра, Виктор ринулся к ней, под носом уедва успевший притормозить иномарки, и, не прислушиваясь к кругу неводителя, потянул на себя красную ручку застеклённой дверью. Внутри был оазис. Тепло, тихо, коры съестного, ряды спиртного. В раздумии, чтоб предпочесть, Виктор застыл. Продавщица уж знала его и не торопила с выбором. Спустя каких-нибудь пятнадцать минут ему в глотку польётся огненная жидкость. Пусть её будет столько, чтобы можно было заполнить целую ванну, но если даже и не столько, это не играет существенной роли, потому что сколько бы её ни было, он найдёт способ в ней утонуть. Он — это его беспокойное «я», который даже не называется Виктором Милютиным, как бы он хотел быть не Виктором Милютиным, а кем-нибудь другим. А лучше всего никак не называться. Во сне он никак не называется, утрачивает нелюбимое имя. Странно, что при этом он так ненавидит спать. «Три бутылки чайковского, крекеры с луком и кетчуп чили», — приказал он продавщице. Вспомнив, что забыл хозяйственную сумку, он тут же добавил «И пакет, пакет попрочнее, будьте добры!» В пакет попался такой же красно-белый, как и вывеска, только на нём было написано не продукты, а лаки-страйка. Совпадение цветов, отплывающее сознание Виктора, сочло закономерно, словно он опьянел прежде употреблением водки. Возвращение, выдалось не в пример веселее от бытию, и ветер дул в спину, и увеситый пакет в левой руке не тягатив, а словно придавал устойчивости. Даже жёлтый медведь в окне первого этажа оказалось улыбался, а не грознился красным суконным языком. Ничего-ничего утешал себя Виктор, потому что был единственным родным человеком для себя, а, следовательно, кроме него самого утешить его было некому. Сейчас мы с тобой придём домой, напустим в ванну, э, не, стой, с какой стати ванну, сядем за стол и лучше ляжем за стол, и вот тогда-то, тогда-то всё и начнётся. Дядя Витя у подъезда словно сконденсировалось из ноябрьской метели изящное создание, развивающиеся чёрное пальто, длинный белый шарф, мечущиеся по ветру, как облако тёмно-русы и волосы. Кто-нибудь посторонний мог бы удивиться, каким образом эту породистую девушку занесло в район метро Первомайское. Но Виктора Милютина было на подобные штучки не взять. Он с его прежним, не утратившим зоркости глазом моментально раскусил, что, несмотря на дорогие и не исключено заграничные шмотки, порода в девушке отечественная, Милютинская, повернула в полупрофиль голову, ну, точь-в-точь, Танька молодая. Правда, волос Станьки не распускала, она их всю дорогу на бегуди крутила и красилась, жалела тварь, что блондинка не родилась. — Лиза, это ты, что ли? Я, дядя Витечка. Вы меня узнали? — Узнал, узнал. Вали отсюда. Родственничков ему не хватало, а? Желание выпить вспыхнуло с обострённой силой, подступая к горлу, сдавливая голову. Ах, с какой стати он обязан нянчиться с Танькиной дочкой? Дядь Вить, я только хотел спросить. Нечего тебе спрашивать. У своей матери спрашивай. Мама не скажет. Я подавно не скажу. Я сейчас никому ничего не скажу. Поняла? Лиза, ты меня хорошо поняла? Тогда вали к папе с мамой. Изящное создание пустило на щёки мокрые полоски слезинок, как театрально. Метель снова защипала шею. Закоченела рука, сжимающая ручку пакета. Лиза сползла взглядом к пакету, просканировала его содержимое и новым сокрушительным тоном твёрдо сказала. — Дядь Вить, я вас понимаю. Поверьте, мне тоже очень плохо сейчас. Давайте напьёмся вместе. Вот теперь истинная дочь Таньки. Стоит Таньке чего-то захотеть по-настоящему, все преграды рушатся перед ней. Виктор Милютин испытывал двойственное чувство к этой совсем взрослой, знакомой и незнакомой девушке. С одной стороны, он ненавидел в ней свою сестру. С другой стороны, им было лестно, что хотя бы один единственный человек на этом свете прилагают такие старания, чтобы прорваться в его, никому не нужную ища судьбу. Отдолкнуть её? И что, никого другого больше сегодня не будет? Он молча напьётся, пробавляясь невидимыми собутыльниками, большая часть которых никогда не существовало. Виктор нажал металлические кнопки кода и распахнул дверь. Входи! Глава тридцать пятая С Мусой Толбоевым Турецкий встречался не в Чечне и не где-нибудь на конспиративной квартире, а в его светлом офисе, обставленном в соответствии с неписанными бизнес-стандартами. Будучи давним знакомцем Бегаева, Толбоев официально не считался причастным к уголовщине и к воинствующему исламу. По крайней мере, данные, согласно которым его можно было привлечь к ответственности по этим пунктам, отсутствовали. Толбоев возглавлял крупный общественный фонд, финансируемый как гражданами, так и государством, и неприятности, связанные с чеченским происхождением, были ему нужны, как акулий гарпун в бок. Этим объясняло стремление к откровенности с правоохранительными органами. В общем, такого человека не вредно иметь про запас в наше время терроризма. Турецкого предупредительно вышло встретить в подъезд фонда секретарша Толбоева миловидная, стройная женщина лет двадцати пяти, которая представила с Линой. — Чеченка или нет? — гадал турецкий, спеша по выложенному ковролином коридору вслед за секретаршей. Макси юбка до щиколоток и полупрозрачная кофточка, плотно облегающая грудь и талию, русые, подстриженные в коре волосы, корей глаза с поволокой, благодаря которым Лина выглядела чуть ли не сестрой Гали Романовой. Нет, скорее, все-таки русская или украинка. Лина. Как ее полностью? Ангелина? — Может быть, Алифтина? Зали на два кофе. Поприветствовав следователя по особо важным делам и выяснив, что он будет пить, обратился к секретаршу Толбоев. И та, без восточных поклонов, но с почтительной улыбкой, покинула кабинет, предоставив турецкому материал для этнографических размышлений. В этот материал превосходно вписывался и хозяин кабинета, крепкий сорокалетний мужчина, с такими же русами, как у секретарша волосами, кажущим со светлее заранее седины. Лицо белокожие, преждевременно постаревшее, складка губ выдает замкнутость и хитрость. Заставь его отрастить бороду и дай в руки автомат, получишь типичного чеченского боевика из выпуска новостей. Но здесь, в своем офисе, он выглядел типичным бизнесменом, а бизнесмены — такое уж международное племя, что придется очень потрудиться, чтобы отличить дядю Васю от дяди Мусы. — Мы, русские и чеченцы, очень похожи, — забрела в голову турецкого историка, мифологическая приличествующая скорее Елагину мысль. — Одни православные, другие — мусульмане. Одни обитают на равнинах, другие — в горах, а вот похожи, как братья, хоть треснем, и страсть к партизанщине нас роднит. Должно быть вследствие и похожести, и страдаем из-за кровавых, затяжных конфликтов. Только одноименные заряды отталкиваются, только братья способны враждовать по-настоящему. Это доказала Великая Отечественная война, когда два сходных режима, два народа, переплетенных культурными связями, старались сравнять один другого с землей и в результате лишились лучшего генофонда. — Печально все это. К вопросу о Бегаеве Толбоев оказался подготовлен. — Если вы думаете, что он причастен к взрыву в квартире Зернова, усмехнулся информированный Мусаин Аллович, скажите подчиненным, чтобы они отдохнули и переключились на другие версии. Знаменитого Беги в Москве уже давненько нету. Бега ударился в Бега. — Вы зовете его Бега, — я отметил Турецкий. — В кругах, где вы с ним встречались, это было обычное для него наименование, или нет? — Скорее нет, — ускользнул Толбоев. В глаза его так никто не называл. А от третьих лиц я не раз слышал прозвище Бегаева, просто Бега. Что там он о себе придумал? Азраил он или нет, это серьезных людей касаться не должно. — А кто это такие серьезные люди? — Продолжал уточнять Турецкий. — Лучшие люди чеченской диаспоры в Москве, — спокойно ответил Толбоев. — Нам ни к чему посторонний шум. Мы работаем открыто, работаем на пользу России. Мусульмане издревле привыкли к торговле, а без торговли сейчас не обойтись. Иной раз, вы понимаете, приходится пускать деньги не в оборот, а на текущие нужды, попросту говорят купаться, ведь мы живем между двух огней. То нас прижимает московское правительство, то соотечественники, оставшиеся в чечне. Приходится балансировать. — Но Бега, — губы Муссы и Наловича стали жесткими, — не из тех, кто балансирует. Он из тех, кто нарушает баланс. На пакости те после смотаться на запад — вот его стиль. — Вы располагаете информацией, что Бегаев уехал на запад? — На западе ему делать нечего. Я имею в виду, сейчас нечего. Эпитал, большие надежды. Еще располагая немалой частью чеченского нефтяного пирога, он наводил мосты. Сделал одно скромное предложение. Жаку Аттали вам говорит. Что-нибудь это имя? — Турецкий кивнул. Имя Жака Аттали, первого президента Европейского банка реконструкции и развития, при этом завзятого недруга России, наводило не меньше дум, чем вечерний звон. Ну вот, значит, Бега предлагал Аттали создать свободный кавказский рынок, международную компанию, которая позволяла бы качать нефть в страны ЕС, разумеется, за огромные деньги. Российскую ворованную нефть за чужие деньги. Уточнил Турецкий. Толбоев кивком согласился с ним, хотя глаза прищурил, выдавая, что реплика ему не слишком понравилась. Возможно, в своей деятельности он, наподобие Бегаева, придерживался мнения, что все вокруг российское, все вокруг мое, только не афишировая то. Ну вот, продолжал Толбоев, а когда российское правительство стало прибирать утраченные к своим рукам, и таким образом наступило на горло лучшей песни честолюбивого Беги, Жак от Толли раздумал с ним кооперироваться, потому что кроме нефти единственный Бегин товар заложники и наркотики, а с этим не совнешься в приличное место. Поэтому, бегав, отбыв за границу, вряд ли поехал в Брюссель, в Лондон или Вену. Скорее всего, те, кто называют себя истинными мусульманами, а на деле поступают хуже и долбоклонников, переправили его по своим каналам в Турцию, а может быть, в Палестину. Скорее в Палестину, ищите его поблизости от Израиля. Турецкий поблагодарил гостеприимного хозяина за информацию, прикидывая, кто может знать о дальнейшей судьбе Азраила Беги. Наиболее вероятно, что получишь точные сведения, обратившись к Лейблу Макаревичу, руководителю разведки Израиля. Глава 36 Володя Яковлев начинал подозревать, что Небесное ведомство, занимающиеся погодой, серьезно его не взлюбило. Или, возможно, дело Григория Света, которым он занимался, вызывало недовольство высших сил. На убийство адвоката Берендеева пришлось выезжать в ливень. Научно-исследовательский институт новых технологий и искусственных материалов посещал в дождь. А когда опера Яковлев собрался за город, чтобы расспросить и, вероятно, допросить тех, кто мог что-то знать о давнем железнодорожном происшествии, его в дивном соответствии с двадцатыми числами ноября накрылось снегопадом. Вот и зима настала, думал Володя, прыгая по платформе Павелецкого вокзала в ожидании пригородного поезда, старая согреть озябшие в несолидных осенних ботинках ноги, и удивляясь, почему его в детстве так радовали мороз и снег. Единственное, что утешало его в этой ситуации, то, что зимой Гарри Поттерный зонтик не понадобится. А до весны он обязательно купит другой, непременно, простой, черный, или, на худой конец, серый в мелкую клетку. Поселок городского типа Калиткино, где коротал свои дни замечательный изобретатель мирового уровня, представлял какой-то совершенно новый для Володи Якулева вид человеческих поселений. Это была гремучая, нет, скорее, ползучая, поправил себя Володя, учитывая общий распластанный рельеф местности, смесь архитектурных направлений за последние сто лет. Преобладающий стиль барочный, о, простите, барачный, посреди заснеженного русского поля, наличие асфальта под снежным покровом Володя определил только по отчетливому стуку собственных подошв. Чернели хаотически разбросанные, двух- и трехэтажные, приземистые, зато очень длинные, похожие на сарай или на доки дома. Бараки перемежались с белыми блочными зданиями, во внешнем виде которых, как считалось в брежневские времена, обладает конструктивность и простота. По периферии вдали от станции громоздились устрашающие продукты новорусской фантазии с теремными башенками и чугунными литыми флюгерами. Один поселок три эпохи русского бытия. Свешенность темнела, в окнах повсеместно горели огни, когда буря мглою неба кроет это дело естественное. Игнорируя новомодные архитектурные строения Володя углубился в барачную часть Калиткина, туда, где в соответствии с сохранившимся адресом проживали двое свидетелей самоубий... Нет, то есть до выяснения всех обстоятельств смерти Григория Света, Юрков и Моходкин. А какие еще по вашему фамилии могут иметь обитатели ПГТ Калиткина? Внутри строение барачного типа больше чем снаружи напоминало городской дом. Здесь замечалось подобие подъезда с красным плиточным полом и круто вводящий вверх лестницы. Без малейшего напряжения одолев дверь, украшенную кодовым замком, три нужных клавиш на нем так и блестели, отполированные прикосновениями жильцов, что откнуть куда-либо еще было бы нелогично. Володя поднялся по лестнице и позвонил в шестьдесят третью квартиру. Моходкины здесь живут, спросил он приоткрывшуюся щель, где над цепочкой блеснули выпуклые очки полной старческой подозрительности. Спит Димочка. Из ночной смены пришел, отрезала пожилая женщина и предприняла попытку захлопнуть дверь, в ответ на что Володя успел едва-едва показать свое удостоверение. Китайским удостоверением здесь были отменно знакомы, потому что немедленно зазвенела снимаемая цепочка и дверь распахнулась вовсю ши. Свет желтоватой лампочки, падающей с лестничной площадки, обрисовал для Володи собеседницу. Вылитая баба-яга в очках и китайском халате с красными драконами. Где же проживать при барахлившейся бабе-яге, как не в ПГТ Калиткино? Что он натворил? Прежде чем сотрудник Муру успел раскрыть рот, баба-яга приступила к допросу, вынудив Володю обороняться. Что вы, что вы, ничего он не натворил. Я хочу побеседовать с ним об одном его друге, очень давнем. Не огрешили в свете? Перед напором такой проницательности Володи собрался с мыслями. А почему вы так решили? Баба-яга с китайскими драконами не успела ответить. В коридоре на сколько можно было судить квартиры засветилась верхняя лампа и нарисовался Димочка Мохоткин, касаясь сажень в плечах, растянутая майка и пузырястые тренировочные штаны, зерном и анебритые и опухшие, то ли от сна в неположенное время, то ли от чего либо еще. С чего ведь милиция за Гришка взялась? Лениво спросил Мохоткин. Давно это было. Так ведь и я о том, что дело давнее. Вы отойдите, мамаша. Гришка в каком году с поезда спрыгнул? В 87-м или я что-то путаю. А вы уверены, что он спрыгнул с поезда? Блоге убедился, что приглашать в дом и располагать к долгой беседе его не собираются. А это при мне было. Димочка почесал проступавший под майкой литой живот. Мы втроем ехали. Я, Гриша, еще один. Дима в Юрков. В электричке. Москва маленько. Ну, доехали на нашей станции, как Григорий говорит, мне надо выходить. Мы ему постой ты, чумовой, куда выходить? Погоди, сейчас приедем, дверь откроется и ты, как все, выйдешь. А он уперся. Мне тут удобнее и все тут. Сколько мы его не удерживали. Подчапал наш Гриш в тамбур, раздинул дверь и выпрыгнул. А тут как на грех, по встречным пути по и шел экспресс дальнего следования. Тут нашего Гришу раздавил. Ну, чего вам еще надо? Говорить перед этим поддали, а? Было. Ты, что ли, трезвенник? Господин Мохоткин судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови Григория и Света не содержала с алкоголя. Володя полуобернулся на щелчок захлопнувшейся двери. Это мамаша Мохоткин ее закрыла. Вид при этом у старухи был, как у крысы, которую собираются ошпарить кипятком, и она мечется, желая избежать такой прискорбной участи. А я не знаю, что он там показал, нагловато бормотнул Мохоткин, оттягивая маечком гуди. Плохо смотрели, вот у них и не показало, а милиционеры подтвердили, что от них вином пахло. Какие милиционеры? Какие-какие? Ваши, которые с нами в тамбуре стояли. Как-то в тамбуре стояли, наседал на Мохоткина Володя. Что ж, они видели, что человек собирается прыгать с поезда, и не помогли вам его остановить. Четыре здоровых мужика не справились с одним, а Григорий Свет не был тяжеловесом, он был худощавым, заработал массу болезней на своем химическом производстве. А, говорился я, рявкнул Мохоткин. Я, то есть, хотел сказать, что они потом в тамбур зашли, осмотрели тело и к нам в тамбур зашли. Мы с Димой в Юрковом все еще в тамбуре стояли, но они говорят, от Гриши вином попахивает. Они знали, что его зовут Гриша. Да мы им это сказали. Им же протокол надо было составлять. Надо? Чего пристал? Думаешь, я все обязан помнить? Через столько лет? Да. Ты знаешь, сколько лет для кошмара снились? Человек на части разорванный, кишки наружу, говно веером. Я обязан вспоминать. Не обязан, Димочка, торопливо сказала мамаша баба Яга. Ничего ты ему не обязан. По всей видимости, реплика матери вернула Мохоткина твердую почву. Ты вот мне что скажи? У нас допрос официальный или неофициальный? Никто никого не допрашивает, ответил Володя. Мы просто разговариваем пока. А че ж так плохо? Мохоткин напирал на Володю потные глобищи. Вызывай и допрашивай. А я повторю только что сказал, потому что ничего другого не видел и не знаю. Ну, что еще тебя интересует? Интересуют все милиционеры, которые стояли вместе с вами в тамбуре. Что это были за милиционеры? Слушай, ну, чего ты прилип? Что за милиционеры? Ваши, ваши были милиционеры, у них и спроси. Мамаша, дверь открывайте. С этими словами Мохоткин деликатно, насколько умело такая глобища, вытолкал представителя милиции, который находился в неизвестных, но несомненных контрах за пределы своей квартиры. И поделать с этим Володя ничего не смог. Глава 37. С окончанием рабочего дня напряжение деловой активности в кабинете следователя по особо важным делам спадало не сразу. Оно утекало, как горячая плотная жидкость, в то время как откуда-то сверху из-под молчащего, крашенного белой краской потолка взамен изливались стыла и воды тишины и одиночества. Воденистая луна в разрыве неподвижных пухлых облаков косо прилепилась к черноте оконного проема, неприкрытого белыми, состоящими из движных полосок шторами. Где-то в отдалении перепутанных коридоров гремело ведром неизменная уборщица. И хотя турецкий давно привык считать место работы домом родным, по обстоятельствам и впрямь более родным, чем квартира по адресу прописки, полная Ириньного нервничания и Нинкиных капризов, но сегодня вечером ему отчего-то хотелось побыстрее отсюда убраться. Да и что тут делать, спрашивается. Александр Борисович Турецкий сегодня сделал все, что намеревался. Он мог быть спокоен хотя бы за два направления расследования убийства Зернова. По его приказу Савва Максимов оказался под контролем наблюдателей. Алейблу Макаревичу отправлен запрос о судьбе Азраила, вслед которого после ряда неудач его группировки в Чечне затерялся где-то в непроницаемых для взглядов европейцев странах исламского мира. Довольность тебя, Саша, на сегодня. Пока Турецкий сидел в кабинете и снегу навалило выше щиколоток, мельком отметив, что для московских коммунальных служб каждый снегопад является таким неожиданным стихийным бедствием, словно Москва находится в Африке, следователь кое-как добрался до своей машины, привычно устроился у руля, и Ёжес от выстроенности салона принялся разогревать мотор. Дворники задвигались в ритме метронома, сметая снежные холмики, уплотнившиеся в наледь. Свет Турецкий не включил, пребывая в полутьме, разжиженный желтоватым мерцанием ближайших фонарей. Он еще варился в мыслях, относящихся к взаимоотношениям Питера Зернова с исламским миром, когда плотная тень на миг затемнила салон. Словно кто-то стремительно проскользнул между лобовым стеклом и фонарями в направлении Петровки. Машинально Турецкий повернул голову, чтобы рассмотреть, кто это был, но не увидел ни признака человеческой фигуры. Дернув на себя рычаг, он выскочил из передней двери, на всякий случай нащупав оружие тщетно. В окружности машины не было никаких следов, кроме его собственных. Померещилась возникла мысль, на которой Турецкий сам себя дернул. Если мерещится, надо бросать работу и ложиться в дурку. Эту, не задержавшуюся в мозге мысль, сменила другая, словесно точная, но абсолютно фантастическая по содержанию. Это прошло предчувствие. Какое предчувствие и куда оно прошло, оставалось скрыто в тумане еще более густом, чем свежевыпавший снег. Однако просто так предчувствия не шастают. Это Сашка Турецкий вызубрил на основании многолетнего следовательского опыта, в котором интуиция всегда оказывалась не лишней. Интуиция вопит не ходи туда. И действительно, если пойдешь, обязательно тебя подстрелят. А преступнику удастся скрыться. И наоборот. Совершаешь ход, который не можешь себе и другим логически объяснить. Просто знаешь, так надо. Тебя поджидает удача. В поисках теоретического обоснования этих непонятностей Турецкий как-то раз наткнулся на газетную статью, в которой говорилось, что количество пассажиров рейсов, угодивших в катастрофу, всегда оказывается меньше ожидаемого. Некоторые из этих счастливчиков опаздывают на поезд или самолет по разным причинам. Кто-то теряет билет, у кого-то не звонит заведенный накануне будильник, у кого-то ребенок настойчиво начинает проситься в туалет за минуту до того, как посадка на рейс будет закончена. А другие просто говорят, что у них возникло нехорошее предчувствие, и они решили не выходить из дому в роковой день, и оказывается, что они правы. Предчувствие это не зря что же говорить о таком предчувствии, которое черной тенью проходит прямо перед лобовым стеклом, словно перекрывая путь. Что делать? Бросить машину и поехать на метро? Турецкий все же не до такой степени уважал свои предчувствия. Он просто пообещал себе быть осторожнее на скользкой дороге, и нажал педаль газа, тем более, что мотор уже разогрелся. Предсказания насчет скользкой дороги не оправдалось. Зимние шины хорошо, что накануне сменил, доказывали свои высокие амортизирующие свойства. Вечерняя заснеженная Москва утешала хрусткой, румяной, елочной косотой. Турецкий старался быть сверхдисциплинированным водителем, тормозил на переходах, даже если привычные к нарушению правил сограждане рвались перейти дорогу на красный свет, развивал скорость не выше шестидесяти километров в час, а уж дорожные знаки были для него святы, как уголовный кодекс. Откуда вынырнет опасность? Явится она в виде пешехода, с куриной бестолковостью, кидающегося под колеса, или в виде сотрудника ГАИ, который потребует очередную мзду, лелея другие, какие намерения, или лихача, который на летник, еще и лысой резине отправился кататься посреди резко наступившей зимы, турецкий не знал и не собирался гадать. Он обещал быть осторожным и исполнял обещание. Даже если бы чувства не были обострены полученным несколько минут назад предупреждением, турецкий обратил бы внимание на этот фиолетовый Ауди. Возникнув как точка в зеркале заднего вида, машина приближалась с нехорошей стремительностью, разя превратиться в артиллерийский снаряд. Обгон на этой узкой улочке был запрещен. Какой-то лихач куражится. Досадливо подумал турецкий и прибавил газу. Гаишников, как обычно, когда они по-настоящему нужны, поблизости не отмечалось. Владелец фиолетового Ауди, пижонский сверкающего, словно сорвавшийся с новогодней елки и недостигший земли стеклянный шар, явно намеревался поравняться с турецким. Интуицию молчала. Послав неясное предупреждение, она решила, что ее роль на сегодня сыграна. Принимать решение оставалось самому в трезвом уме и твердой памяти. Исходя из соображений, что не стоит рисковать жизнью из-за копеечной гордости, Александр Борисович подумал, пусть обгоняет на здоровье, избавил скоростью. Фиолетовый ауди, свершив крутой вираж, и, хромоного вывернув колеса, заехал на тротуар. В это остановившееся, но далеко не прекрасное мгновение, турецкий успел заметить все, и то, что боковое стекло, невзирая на морозную погоду, оказалось опущено, и что лицо водителя, заурядное, с чуть приплюснутым лбом, характерным именно для таких вот квадратных черепных коробок, и глубоко запрятанными глазами, сблескивающими, как беспокойные канцелярские кнопки, полно ожесточения, которое человек нагнетает в себе, когда собирается убить другого человека, даже если занятие становится частью профессии, обихода, распорядка дня, оно никогда не становится привычным и естественным, потому что не естественно по своей сути. И что это лицо находится в полном согласии с глядящим поверх опущенного стекла дулом оружия, ствол укорочен, по-видимому, обрез, об этом и о многом другом успел хаотично, не фиксируясь по размыслить турецкий, в то время как тренированное его тело, независимо от мозга, выполняло единственно нужное действие, раз, пригнуться, два, достать пистолет, до счета три не дошло, человек с приплюснутым лбом, набравшись уже ожесточения и до отказа накачавший себя опытом убийства, успел выстрелить первым, и все предчувствия, обещания и сомнения растворились в яркой вспышке огня. Москва взорвалась, возникла напоследок совершенно нелогичная мысль, но ее слезал огонь, превращаясь во тьму, и ничего не осталось. Глава 38 Савва Максимов Максимов, более известный под именем Саввы Сретенского, не любил проигрывать, то есть, как и всякому другому уголовнику, вступившему на тернистый путь противостояния закону, ему приходилось знавать и проигрыши, и провалы, и временные отступления, но он никогда не сомневался, что в конечном счете победа останется за ним. Настырный он поднимался, отряхивался и снова стоял на своем, навязывал судьбе свою точку зрения, пока она не сдавалась и не возвращала Савве то, что перед этим отняла. В чем-то он был схож с неунывающим Питером Редвеем, тип сильного, толстого мужчины, однако на объеме талии сходство кончалось. Округлый, приятный, масляный Редвей напоминал продукт западной цивилизации, любимый им гамбургер. Из причудистого, занозистого Саввы вечно выпирали мешающие другим отростки, точно из клубни картофеля, основного в России блюда. Если учитывать грязную среду, в которой Савва проводил свои дни, уподобление картошки заиграет дополнительными оттенками смысла. Уж такой он, Савва. Другие долго закаляют подкожно-жировой слой, вырабатывая антиударность, а он с ней, считай, родился. Новая ударная трагедия, это вызов, на который у него найдется достойный ответ, так его жизнь выучила. И родитель, которому Савва теперь благодарен, свой обычный человек был от Максима Максимов, назвавший сына Саввы неволей, пророчий, регулируя его судьбу. Мальчиком говорили, что плохие мальчики дерутся, а их Саввочка не такой. Ты совсем не толстый, деточка, утешала мама, у тебя широкая кость, ты уродился в дедушку, утешения не помогали. В них отсутствовал конструктивный момент. Допустим, вернется Савва во двор и скажет мальчишкам, а я совсем не толстый, у меня широкая кость, я в дедушку уродился, что, они после этого заявления извинятся и начнут с ним играть, еще громче зарут толстяй, жирдяй, жиртрест. Мама авторитета утратила, и тогда Савва обратился к папе, проезжал на диване спиной к окружающим, лицом к стене, косо приплюснув к ней ладони в газету, и поделился неприятностями, уже без истерики, без слез по-мужски. Папа не соизволил повернуться, глаза его были устремлены в газету, когда он дал поистине конструктивный совет. Мало ли что толстый, зато сильный. Выйди, насажаем всем пендели, чтобы не вздумали смеяться, везде свою силу показывай, понял? Чуть что, ради того, чтобы всех поставить на место, бей в сколу. Те, кто свели знакомство уже со взрослым Саввы Максимовым, иногда задавали риторический, по их мнению, вопрос, откуда только такие берутся. Знаете, откуда на самом деле берутся такие люди и избитых, которые вдруг осознали, что сами могут бить и сильно бить. Эта особенность поведения, выработанная в нежном возрасте, помогла ему в местах заключения. Не успевший особенно ничем проявить себя на воле, молодой Савва, который присвоил себе необременительные, пристойные погоняло-ссретинский, ухитрился построить всех соседельцев, установив ровные и уважительные отношения с ворами в законе, на которых, оценив соотношение сил, не решался наезжать, а тех, кто оказался слабее, физически или морально подмял, причем так оперативно, что они сами едва успели понять, каким образом, по доброй воле стали отрывать Сретенскому долю от передач и стирать ему носки. Такая прыть не осталась незамеченной, и в один серый, как зоновское одеялый день, Саву отконвоировали в комнату социалистического первоспитания, где ждал его ранее невиданный, в штатской одежде, но с военной осанкой тип «Следователь», предположил Сава и ошибся. Тип тряхнул головой, откинув назад внушительную волну густых волос и с белозубой улыбкой доброго дядюшки, явившегося из Чикаго, чтобы облагодействовать племянника, подсунул заграничные сигареты. — О, галуазы крепкие, распознал Сава и отказался. — А я рассчитывал тебе понравиться, сощурился чикагский дядюшка. — Ты-то на Сава парень крепкий. Сава без трёп ожидал продолжения. — На волю хочешь? Сава неопределенно пожал плечами. — Кто ж туда не хочет? Вот только цена, которой придётся заплатить за выход, на волю, может быть, слишком велика. Оценив сдержанные Савы, чикагский дядюшка кивнул, словно подтверждая, что в нём не ошибся, и отвернулся, задумчиво глядя в окно, где ничего интересного не было, всего лишь припорошённый снегом плац внутреннего двора в обрамлении колючей проволоки. не было даже клочка неба, единственной детали пейзажа, которая должна быть доступна заключённым. И такой ничтожной малости Саву лишал необъятный, затмевающий всю вселенную забор. А условия не вынесло больнолюбивое сердце Сава Максимова безо всяких условий. Невозможный ответ донёсся в обратной проекции, отражённый оконным стеклом. — Нет, сообразил умный Сава, это для меня круто, я на такое не подписываюсь. Молодец. Дядюшка больше не улыбался. Понимаешь, что бесплатный сыр бывает только где? Ладно, условия мы тебе сообщим. Условия в самом деле проявились, стоило Саве вдохнуть вольный воздух. Оказывается, пока он сидел, в Москве расплодились чеченские бандиты, с которыми у советской власти справиться сил не было. У КГБ, откуда по всем приметам явился Савин благодетель, возник план обуздать чеченскую преступность при помощи русской. Кому как не бандитам знать бандитские методы борьбы. Конечно, Сава будет не один подручных. Ребята надёжные и проверенные, кое-кто из них уже сидел, так что не дрейф, казак, прорвёмся. Специально под Саву была создана организация, с ничего не говорящим названием, на банковский счёт, который сразу поступил неслабый начальный капитал. Откуда взялись деньги, спрашивать было нечего. Пьяному ёжику понятно, что КГБ предвиднее крупных и неприятных перемен распихивает деньги коммунистической партии по коммерческим структурам. Уголовникам они доверяли больше, чем некоторым соратникам. Сава отнёсся к своему поручению серьёзно. Прежде всего заявил, что людей у него маловато, но пусть покровители из КГБ не волнуются, он сам подберёт кого надо. Оживив старые связи и впрямь набрал кого и сколько требовалось. Новичков само собой необходимо проверить в деле. И люди Сава совершили несколько вооружённых нападений на кооперативы. Так, если кто помнит, назывались единственные разрешённые Горбачёвым бизнес-организации. Охваченные вниманием кооператоры выразили мощное желание поделиться с Савой своими доходами. Глядя на них и кое-кто из посторонних попросился под крышу к Саве. За всеми организационными хлопотами незаметно распался Советский Союз. Саву это мало трогало. Чеченцы остались. И теперь он и его ребята были кровно заинтересованы в том, чтобы вытеснить Чечи из Москвы. После ухода коммунистов бизнес здесь распустился, расцвёл махровым цветом. С русских должны собирать дань русские, выдвинул Сава патриотический лозунг. Как все великие идеологи, он лукавил. Группировки, названные по лидеру Сретенской, пришлось бороться за зону влияния с конкурентами безразличия национальности. Часто подали средних армяне, украинцы, евреи, ну и, конечно, русские. Образ жизни сделал их похожими даже внешне. Между прочим, и в Сретенской группировке те, кто первоначально был сотрудниками КГБ, уже ничем не отличался от тех, кто не имел столь приметного пункта в биографии. Это так, к слову. Ребята мужали на глазах. Поневоле чеченцы действовали жёсткими методами. Забили с ними стрелку в ресторане, а они явились превосходящим количеством сил и всех перестреляли. Потом-то Сава втянулся. Они нам взрыв, и мы им взрыв. Они нам отрезанную голову, естественно, не свиную, в целлофановом пакете, и мы им то же самое. Работал иногда с опережением, чем завоевал почёт у противника. Чечени ведь какие, понимая только грубую силу, что до Савы этому представлялось нормальным, он и сам был такой. Эх, горячее было времечко. Делили Москву с шумом, с громом, с иллюминацией. Какой-то деятель искусства, наследник Пахмутова и Добронравова, любителей социальной темы, даже песню настрочил. Слова там были душевные. Братва, не стреляйте друг в друга. Незамысловатые песни возмущались интеллигенты по радио и телеку, что хотел сказать автор, неужели пусть лучше братва стреляет в нас? Сава тогда не имел общественного веса, это бы он намекнул тем, кто за телерадиобазар отвечает, что возмущаться нечего, братва стреляет в кого надо. Честные предприниматели редко подают под дулы бандитского калаша. Если поискать в прошлом убитого бизнесмена, наверняка обнаружат, что когда-то в чем-то он был замазан, что на раз глотает пулю всякая мелочь пузатая, шестерки, жены и дети и случайные прохожие, так ведь дело живое, за всем не уследишь. Постепенно устаканился. Чеченцев Сава из Москвы не выбил, но заставил себя уважать, разделил, выражаясь дипломатическим языком, сферы влияния. Первоначальная гульба вливалась в законные русла. Стрелять направо, налево так безнаказанно, как в начале, уже было нельзя. К тому же московский покровитель Чечи, между прочим, академик, доктор наук, Корсунский, не к ночь быть помянут, в то время как раз вошел в силу. И Сава Сретенский удовольствовался своим нынешним положением, которое его устраивало. Центральная московская группировка не хухры-мухры, широкие возможности. Это касается в первую очередь финансов и оружия, но также и перевалочных баз, временной или постоянной жилплощади, где можно зависнуть или осесть. Одна из таких баз здесь, на метро Кропоткинская. Теперь надо покинуть надолго, возможно, навсегда. Ну, что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому. Тихая квартира возле Причистенки по всем спискам проходила как ожидающие расселения коммуналка. Что в ней творится в действительности? Один инспектор очередной жилконторы, возникшей на гребнице предыдущих, нелюбопытство узнать. И то, ведь жилищное ведомство крайне редко пересекается с уголовным розыском. Вот муровцы оказались бы довольны, разведав под чьими тяжелыми шагами поскреплит ветхий революционный паркет в выморочной четырехкомнатной квартирище. Кто тут меж стен с выцветшими кое-где свисающими клочьями обоев складывает в чемодан необходимые вещи? Вещей немного. Голому одеться только подпоясца, всегда любил шутить Сава. К чему тащить за собой у груду ненужного барахла, который обожают навьючивать на себя русские туристы? В теплых цивилизованных краях, куда ведет его маршрут, ему без труда предоставят и мыло, и зубную щетку, и полотенце. Куда важнее другие предметы, например, безупречно оформленный загранпаспорт. Имя и фамилии там не его, но фотография Савина, разумеется. Не менее важно, чем загранпаспорт, коробочка, полная маленьких, но уникальных штучек. Внешне не точь-в-точь как ролики от шариков подшипников, а в таможенной декларации Сава их запишет именно так. Пусть проверяют, пусть просвечивают рентгеном, ничего, кроме шариков, они не увидят. Для того, чтобы определить ценность этих шариков, нужны иные возможности. Ими сполна располагает сеньор Монзони, называющий себя родственником знаменитого писателя, которого Сава, впрочем, не читал, и потому всю последующую жизнь, встретив где-нибудь фамилию Монзони, не представит себе книгу. Ее не существующих персонажей, а крохотные, но очень тяжелые шарики, сгустки металлической реальности, конкретной, как деньги, власть и бабы, то раньше стоит жить. Сава Сритинский не забывает своего благодетеля, так как он его. Время от времени он оказывал чикагскому дядюшке, ныне полковнику ФСБ, кое-какие услуги, требующие сноровки, влияния и умения держать язык за зубами. Это бывало сопряжено с трудностями, но Сава терпел, выгоды от поддержания давнего знакомства перевешивали неприятности. И дождался момента, когда соглашение принесло обоюдную выгоду. Оказывается, у чикагского дядюшки завалялся еще один племянник, то есть таких племянников, как Сава у него пруд пруди, но этот племянник, кажется, действительно был родственником полковника, не сынок, это точно, померят у них разные, да и морды лица не похож. Словом, этот более или менее подлинный племянник возглавлял «Банк Эмма», реклама которого втыкалась в перерывы любого уважающего себя художественного сериала, но внезапно исчезла. Выяснилось, что под финансовой эгидой Эммы ловкие сообразительные люди вовсю торговали с западными капиталистами особо хитрожопым способом. Суть тут вот в чем. Объявляя, что в стране существует свободный рынок, правительство продолжало на внутреннем рынке, контролировать цены, но только на особо важные товары – газ, нефть, уголь, алюминий, лес, удобрение. Внутренние цены на перечисленные категории составляли крохотную часть от них же на мировых товарных рынках. Ну и ушли соотечественники, раскусив комбинацию под прикрытием фирмочек однодневок, покупали российский лес и алюминий по внутренним ценам, а гнали их за рубеж по внешним, чтобы избежать налогов, пользовались фальшивыми счетами по импортно-экспортным операциям, где отборный лес, скажем, регистрировался как низкокачественный, раз дают грешно не брать. Но, пользуясь другой народной поговоркой, надо сказать, не все коту маслениц. Великий пост грозил Эмми, конечно, с конфискацией имущества. Вот здесь и вступал в дело Савва, спасая то, что еще можно спасти, то, что дярюшкин племянник должен был передать ему в руки лично. Явившись в уродливые современные здания, где базировался банк Эмма, Савва Сретенский обнаружил, что племянник страдает манией и преследованием. Иначе зачем ему потребовалось заточать себя в хитромудрой коробочке, обнесенной дверьми с многочисленными кодовыми замками. Набрав сообщенный заранее код на нужном дисплее, Савва с эскортом сообщил, что они прибыли к самому и были пропущены вестибюль, отделанный серым мрамором, где их внимательно осмотрели, буквально обыскали взглядами, прежде чем допустить к следующей двери и к следующему коду. Всего было три барьера, три двери, три кордона. С каждым новым препятствием Савва все сильнее раскалялся и пыхтел, как самовар. Он, можно сказать, сделал милость, пришел всего с двумя оруженосцами, а в этицкой Эмми, вместо того, чтобы завопить во всю Ивановскую отварь, ай, честной народ, Савва сретенский идет, пялится на Савву, как зоолог на лягушку. Лягушка в банке, какие черти понесли, вот гадский банк. Четвертого кордона нежная душа Саввы не перенесла. Когда в предбаннике банкирового кабинета к посетителям привязали затянутые в хаки телохранители, требуя предъявить паспорт и еще какую-то фигню, чуть неверительные грамоты, Савва сделал знак своим ребятишкам, и они без лишнего напряжения и сил пошвыряли на пол этих хаконосцев, которые накачали мускулы на тренажерах и возомнили о себе, будто они крутые сумы, так как они пропствуют рыбий корм. На шум из кабинета выбежал племянник. Савва его сразу узнал, потому что эта вытянутая белесая физия засветилась в рекламе, однако откровением для него стало то, что племянник оказывается такой низенький, по плечу ему. Тридцатилетний юнец, назвать его мужчиной язык, не поворачивается, с длинными белый воротничок. Ногти обгрызены до живого бугристого мяса. Что происходит? взвизгнул племянник. Да вот, поучил их гостеприимству самую малость. Привет ли улыбнулся Савва, вернувший себе чувство самоуважения. А я, между прочим, Савва встретился. Ах, да, и не успел предвидеть охрану. Племянник то ли был начисто лишен способности извиняться, то ли считал, что извиняться должны перед ним. Не дождавшись извинений, представился на одном торопливом дыхании. Здравствуйте, будем знакомы Герман. Предложите вам чего-нибудь, чаю, кофе. Лучше предложить то, зачем я пришел. Ах, да, ах, да. От нервности племянник сунул в рот указательный палец с явным намерением начать грызть ноготь. И Савве стало противно. Сам не ожидал от себя такого приступа брезгливости. Вот лучше б ты пукнул, подумал Савва. Но племянник, очевидно, поймал себя на этом бессознательном движении. Может быть, пришел к выводу, что ногти не осталось, следовательно, обгрызть его не удастся. В общем, так или иначе, он вынул палец изо рта к великому Саввиному облегчению и пригласил Савву в свой кабинет и запер за ним дверь. Кабинет был оголенный с горами расширенных тут и там исписанных цифрами листов, с крышевателей, со стульями, сгрудившими с его углу, как испуганные овцы. Главной деталью интерьера был небольшой сейф, который племянник отрыл ради Саввы. Его содержимое, перешедшее в карман Саввы, босс центральной московской группировки, помнит так отчетливо, что хоть час вставляю офис. А к чему? Дело прошлое, он все вернул. Брюлики и прочие музейные ювелирные кушки вернул в первую очередь. А вот тяжелые шарики. Так сложились обстоятельства, что шариков с него никто не потребовал. Похоже, везде сущий дядюшка и тот ничего о них не знал. По крайней мере, не подразумевал их в числе ценностей. Савва долго держал их при себе, любовался маслянистым металлическим блеском, удивлялся невероятно и при их ничтожных размерах тяжести. Зачем они на что могут пригодиться? Вдруг, испугавшись, отдал один из них на химическую экспертизу. Что, если радиоактивные? Химик оказался испуган не меньше его, но не радиации. Никакой радиации дозиметр не зафиксировал? Покрываясь смертельной бледностью, химик пролепетал, что он не совсем уверен, какое место этот металл занимает в таблице Менделеева. Если Савва Максимович потребует, может, сделать спектральный анализ? Савва Максимович не потребовал меньше знать, крепче спать. А потом объявился сеньор Монзони, и Савва только тут понял, какой судьбоносный подарок преподнес ему чикагский дядюшка в виде тяжелых шариков. Сеньору Монзони было превосходно известно, что из себя представляют шарики, правда, на значениях он не распространялся. Соизволил, правда, объясниться, что почти заключил сделку, но как раз в это время Эмма приказала долго жить. Когда Савва узнал, за какую суммищу племянник собирался уступить сеньору Монзони тяжелые шарики, он в изнеможении закрыл глаза и увидел небо в алмазах, причем значительно крупнее из крести тех, что племянник извлек из сейфа, где хранились материальные свидетельства поганых тайн банка Эмма. Окна, лишенные занавесок, вбирали в себя черноту неба и слабодоносящиеся снизу северные сияния ночных огней. Крупные города в мире капитала не отходят косну долго, как минимум до полуночи. Савва подошел к окну и, опившись на широкий дореволюционный подоконник массивными лапищами, пригнув жерноватую спину, разделенную посредине долины позвоночника на два холма, вляделся в небо. После дневного снегопада небо очистилось, в него высунулась несмелая луна, один край, который расплывался, растет или убывает, как-то определяется, а черт с ней. Растущая или убывающая луна не представляла для Савва Максимова ни малейшей ценности. Гораздо большее значение имело то, что сейчас где-то в Москве под этой самой луной умирает человек. Человек не был личным Савиным врагом, он перешел ему дорогу, и этого достаточно. Водолаз сообщил, что за ним следят, а Савва Сретенский таких сообщений мимуша не пропускает. Если хвост обнаружен, то выяснить, откуда он растет, пара пустяков. Для Саввы Сретенского, у которого свои человечки есть всюду, даже высоко, ох, высоко, нелегкая участь, постоянно быть под присмотром власти, как бы образно выражаясь постоянно на сцене в свете прожекторов, однако и преимущество в том находится. Мальчишка, который пас водолаза из прокуратуры, из группы исследователей по особо важным делам, Савве доложили его имя Владимир Паремский, так что из того, живи, Вова, мальчишек ни при чем, если справедливо рассудить, что Савва зверя обижать маленьких, если рубить хвост уж по-крупному. Ни ко времени, ох, ни ко времени затеялся этот кавардак. Крупные глыбы информации ворочал, вникал в технологические хитрости, без сапог ступал по кровавой каше, вкалывал, как проклятый, рассчитывал, что все спланированное покатится ровно по плану, и вдруг в колесо угодил мелкий, но острый камешек, и все рухнуло. Верные карты легли наперекосяк. Камешек мелкий и отвлекает на себя внимание. Не этим, ох, не этим надо бы заниматься. Металлические и очень плотные шарики. Камешек против шарика, балет какой-то, в Италию и конец. Следака по особо важным тот, видать, предупредил, слишком рано убрался из своего кабинета в генпрокуратуре, ну да ничего. На этот счет для особо бдительных прибережен запасной вариант. Одним вариантом мудрый Савва никогда не ограничивался. Конечно, Мурза подозрителен, мухлевый и что-то, но он идеален для таких гиблых дел. Пусть Савве твердит, кто хочет, если время грубой силы прошло, он знает одно, если убрать говно, оно вонять не будет. За одной кучей говна может, правда, возникнуть следующее, так что же, и что же развоняется, уберем и ее, а те, кто химичит, строит головоломные комбинации, остаются ни с чем проще, надо быть проще, будь проще, и к тебе потянутся люди, говорил попани незабвенный Максим Максимов, штоп его. Глава 39 Подполковник ФСБ Никита Александрович Варенцов обладал чеканным, точно с древней римской монетой, профилем и густыми, тщательно зачесан назад волосами. Все в целом придавало ему вид преуспевающего политического деятеля, маститого художника или телевизионного диктора, 70-х годов. Многим казалось странно, почему этот немолодой опытный сотрудник задержался в звании полковника, а те, которым становилось известно, чем занимался Никита Варенцов, просто немели от удивления. Но Варенцов не стремился к высотам восхождения по служебной лестнице. В жизни, как и в ФСБ, он шел своим путем. Он подпадал под определение сразу нескольких штампов, но полностью не вписывался ни в один. Бывают черные полковники, бывают серые кардиналы, а персонально для Никиты Александровича стоило придумать новое теневое звание серый полковник. Первое, что делал полковник Варенцов, приходя домой, мыл руки. Оттирал душистым мылом под струей горячей воды, уделяя особое внимание ногтям, словно стараясь смыть всю ту пакость, которая прилипла к рукам во время работы за пределами теплого домашнего мирка. Доведя пальцы до одному ему внятной степени чистоты переодевался. В махровом полосатом халате, в мягких домашних брюках, лишенной официальности, заглядывал в спальню и, улыбаясь, словно преподносил сюрприз, провозглашал «Аленький, сейчас я поставлю чайник, попьем чайку, а?» Аленка оборачивалась на его голос, но не откликалась. Варенцов давно не ждал ответа, однако прекратить и заговаривать с ней не мог. На дне сознания брежгила иллюзия, может быть, спасительная для их отношений, без иллюзии оставалось повеситься, что по-своему Аленка отвечает ему, ушами этого не услышишь, это улавливаешь антеной души, а еще его считают бессердечный сволочь, кто знает, вдруг он такой и есть во всем, что не касается Аленки. Полковник Варенцов повидал на своем веку столько кровавых событий, что кинокадры из этой хроники могли бы менее крепкого человека лишить сна. К своему счастью, Варенцов не был ни впечатлителен, ни склонен к рефлексии во всем, что не касается Аленки. Принцип его поведения звучал роботоподобно, я служу. Он не менялся, менялись цели, которым он служил. Первоначально от него требовали распространение коммунизма во всем мире. Затем перебросили на обслуживание внутренних нужд, потребовав сохранение коммунистической власти в СССР. Когда стало ясно, что СССР обречен, Варенцову дали понять, пусть падет коммунизм, лишь бы сохранилась власть правящей элиты. И так получилось, что последние цели он служил с наибольшим рвением. Злые языки намекали на то, что немалая часть денег в Советской Компартии, вокруг наследия, которой кипели дебаты, утекла в коммерческие структуры, которые крышевал Никита Александрович. Лично или через посредников, бог им судья. Им не приходилось освидетельствовать тело старого друга Николаша, который вот беда, среди бела дня выпал из окна собственного кабинета. По странному совпадению Николай, обладатель поэтичной украинской фамилии, по своей должности ведал собственностью ЦК КПСС. При этом Никита Варенцов слыл заядлым сталинистом, неоднократно пугавшим и смущавшим начальство своими декларациями. Сталин он не застал, но пришедший из глубин нерассуждающего детства образ пожилого, медлительного отца народов с трубкой, готовый выпустить клубы густого дыма, служил для него символом стабильности и заботы. Так заботится курица о своих цыплятах, тюкая клювом каждого, кто, не рассчитав селенок, копошится, пытаясь выбраться из теплого гнезда. Наедине с собой Никита Варенцов признавал, что эти представления дань ушедшему романтизму. Впрочем, за что ругать Сталина? За то, что его средства были жестоки, грубые и грязны? Но на памяти Варенцова когда они были благородны? А когда они на самом деле бывали благородны, получалось хуже для всех. Вот взять хотя бы Горбачева, и только хорошего хотел человек, хотел понемногу постепенно развивать частный бизнес и создал кооперативы. Хотел избавить русский народ от пьянства и ввел антиалкогольную компанию. А что получилось? Народ, о чьем здоровье так пекся первый и последний президент Советского Союза начал массово умирать из-за того, что травился всякой неподходящей для питья дрянью. Те, кто травиться не желал, обращались к поставщикам самодельных спиртных напитков, то есть попросу к самогонщикам, те сколачивали целые состояния, которые инвестировали куда? Правильно в кооперативы. Так закладывался фундамент современного преступного капитала. Самогонная мафия оплела всю страну и для лоббирования своих интересов начала покупать чиновников. Правительство, которое, по идее, должно было противостоять коррупции, гнило от нее. Иронически похмыкивая своим мыслям, Воренцов отправился на кухню заваривать чай. Считая сухой закон проявлением государственной глупости, Воренцов не был склонен к употреблению алкоголя. Если приходилось, пил за компанию для пользы дела, а для себя предпочитал чай. Заваренный в миниатюрном чайнике, предварительно ошпаренном изнутри кипятком с соблюдением разных китайских священных действий. Баловаться под чашку чая печеньем или конфетами не любил. Это для профанов. Истинному ценителю достаточно букета самого напитка, а для него гурманов и шейпробы лучшим дополнением к чаепитию был бы Аленкин взгляд. Такой, как прежде, один лишь взгляд. Напрасно подозревают его в корысть. Нищим он не был, это правда, но не обзавелся и миллиардным капиталом, как некоторые. Он был псом, охраняющим чужие деньги. Что делал Никита Варенцов? Служил. Высказывал свои взгляды, иной раз демонстративно диссидентничал, это он мог себе позволить, однако служил. Он нуждался в своей службе, но ведь и в нем нуждались. Он оставался одним и тем же, но умел вести себя по-разному, в зависимости от ситуации, а ситуация, как известно, вариабельна. Таким людям, как Феофанов, предстоит вскоре это испытать. Лицо полковника Никиты Варенцова не изменилось, когда он рассматривал фотографии, на которых Феофанов был запечатлен с водолазом, подручным Саввы Сретенского. Он получил то, что желал. Такова служебная необходимость. Сзади легким шагом приблизилась Аленка. Ее походка оставалась прежней, как у эльфа, как у стрекозы. Заглянула через плечо. Фотографии такого рода нельзя показывать никому из посторонних, даже близким. Но Аленка особый случай, ей можно показывать все. Никита Александрович не уверен, что она различает изображение на бумаге. Если да, то, что она видит своими трогательно распахнутыми да пустыми глазами. Когда Варенцов в свои пятьдесят лет сошелся с двадцати трехлетней студенткой Кожевин обувного техникума, его бывшая жена произнесла приговор ненадолго. Никита скоро бросит свистушку. Подумаешь, кадр, подмосковная сирота из мытища, мать умерла, отца отродясь не было. Он зовет ее не как любовницу, как внучку, Аленка. По паспорту им было Алла. Но так роскошно это смешливое веснущие создание с косичками не называл никто. Косы пришло состричь, потому что она разучилась их заплетать. Да, но это после несчастья. До несчастья они упивались друг другу. Аленка так и висла на нем, чтобы компенсировать свою вечную занятость. Он краткие дни и часы отдыха проводил с ней, повсюду брал ее с собой, знал бы, чем это грозит, засадил бы в бронированную камеру. Хватит себя терзать, от судьбы не уйдешь. В тот ресторан она впервые надела вечернее платье и жутко волновалась, привычная к джинсам и свитеру. И была так обворожительна в своем экзаменационном волнении, что Никита расцеловал бы ее при всех, при официанте, который принес вишневый коктейль. Когда пижонский одетый тип, подергиваясь лицом, засунул руку за пазуху, и полковник Варенцов успел швырнуть Аленку на пол и навалиться на нее, прежде чем останки столика вместе с двумя соседними, разметало по всему залу. Возле Аленкиного виска краснела лужица. Кровь машинально отметил Никита, прежде чем успел заметить вишенку, позволявшую распознать в лужице коктейль. Целью покушения был Варенцов, жертвой стала ни в чем не повинная Аленка. На ее теле не осталось ни единой царапины, но в голове что-то неправимо сдвинулось. Аленка утратила дар речи, не узнавала окружающих пассивно равнодушной как кукла человеческий рост. Если ее вели, она шла, если кормили и ела, но предоставленная себе умерла бы от голода, а может просто забыла бы дышать. Реактивное состояние, сказали врачи, пройдет, но оно не проходило. Варенцов без пользы тратил деньги на нейрохирургов и невропатологов, пока один модный психоаналитик не сказал ему, что дело не во взрыве, который послужил лишь детонатором психоза, дело во всей предшествующей жизни. Известны ли Никите Александровичу какие-либо травматические для пациентки факторы? Факторов не счесть. Травматические значит травмирована вся страна. Ищи полуголодное детство. Мать надрывавшаяся, чтобы прокормить себя и дочь и умершая от какой-то хвори подцепленного во время челночного рейса. Наркоман среди бела дня отнявший у девочки деньги, которые она нанесла в булочную, старшеклассники и подонки, что всей компанией лишили Аленку девственности, только потому, что купили презервативы, капец расписаться в своей мужественности. Аленка ничего не утаила от своего возлюбленного, признаваясь в самых тягостных вещах, с вечной улыбкой, киношной, сияющей молодой, мол, мне это пофигу, я сильный, какая же бездна отчаяния скрывала за ее готовность улыбаться. Не должен ли Никита Варенцов ради Аленкиного несчастного детства пощадить Феофанова? А вдруг? Это бессмысленная фантазия. Если Феофанов будет спасен, Аленка вернется к Варенцову? Служба есть служба, она не допускает никакого вдруг. Глава сороковая Покидать подмосковные Калиткины без результата было бы слишком досадно, и, невзирая на то, что ноги в непригодных для зимы ботиночках уже немели и перестали подавать признаки жизни, Володя Яковлев направился по адресу второго свидетеля железнодорожной смерти Григория Света Юркова, тоже Димы. К счастью для расследования этот Дима отличался от Димы Мохоткина как небо от земли, даже внешне. Мохоткин дебелый, заматерелый и хулиганистый, Юрков тощий, стройный и вежливый. У Мохоткина в доме одна пожилая мамаша, в Юрков, сию минуту пришедший с работы и застрявший в прихожей, еще не сняв пальто, встретил Володю в окружении толпы детей разных возрастов, от школьников до мелких карапузов. Преобладали мальчики, но, впрочем, Володя мог ошибиться, так что все дети были одинаково коротко острижены. Самого крохотного вынесла на руках женщина с морщинками вокруг теплых карих глаз и в девчоночем испещренном бестолковыми цветочками халатики, высоко распахивающимся на толстых ямчатых бедрах. При виде такой полной семейной встречи Володя арабел. Эта орава, похожая на цыганский табор, способна была выставить его на лестнице еще эффективнее, чем это удалось двум представителям клана Мохоткиных. Сыграл на руку оперу Яковлеву его продрогший посиневший несчастный вид. От покрепчавшего к ночи мороза его трясло так, что он не в силах был даже извлечь красные корочки, и, возможно, это казалось к лучшему. табором освободили его от пальто, превративше совпадобие куска фанеры, вытряхнули из задубевшей обуви, вставили ногами в широкие тапки для гостей и потащили на кухню кормить горячими щами. Когда же их усилиями накормленный и отогретый Володя признался, что он из мура, он был ему же вроде как родной, выставить его ни с чем было бы неловко, и оставалось только выслушать и сказать ему то, что он хочет, чтобы убрался по добру и по здоровью. Мне известно, что в тамбуре пригородного поезда, где вы ехали с Мохоткиным и Светом, находились какие-то люди в милицейской форме, минуя другие полустанки наводящих вопросов, Володя приступил непосредственно к самому главному и тревожному, что это были за люди, что на самом деле случилось в тамбуре. Дмитрий Бьюрков замырчал, подыскивая слова, и, по всей видимости, вспоминая то, что написано в протоколе, опередила его жена. А что, разве Гришина дело не закрыто? Из-за него продолжают умирать люди. Вы предотвратите новые смерти, если скажете, как все было. и люди маленькие, смирные, заколебался в Юрков, а тут большущие деньжища замешаны. Деньги, которые могли принадлежать изобретателю, химику Григорию Свету, напомнил Володя, а также его сыну, про сына ты зря, спохватился Яковлев. Если те, кто покушались на патент дешевого производства пластмасс, не пожалели одного ребенка, где гарантия, что пожалеют в Юрковские выводы в случае шантажа, и супруги в Юрковый скук селись, словно отодвинулись в тень. Не волнуйтесь, твердо пообещал Володя. Возможно, ваше показание не понадобится. Для того, чтобы обвинять тех людей, которые во всем виноваты, достаточно дел сегодняшний в ней. Но если вдруг так получится, что они понадобятся, вас защитят. Гришева почему-то не защитили. Сейчас все по-другому. Готовит закон о защите свидетелей. Но даже если не закон, мы вас защитим. Лично я защищать буду, если потребуется. Приступая к разговору, Володя Яковлев рассчитывал, что в Юрково, может быть, и удастся расколоть на дачу показания, а вот жена станет препятствием. Женщины, как правило, боятся за семью и детей. Вообще боятся, как бы чего не вышло, как бы дуновение холодного ветра извне не нарушило равновесие их теплого кухонного мирка. И поэтому все на свете женщины, став женами и матерями, удерживают мужей и сыновей от решительных мужественных поступков. Разве не так? Но это в Юрково, ее девчоночем халатике и сице и с морщинками вокруг карих глаз, обычно должно быть добрых и веселых, поступала наперекор всем своим сестрам по слабому полу. Она сказала, — Дим, ну, чего ты маешься? Я это на твою маиту уже нагляделась. Мне вперед горло стоит, как ты из памяти не можешь выбросить, что с Гришей стало. Сколько раз ты говорил, что предал Гришу? Предательство это навсегда. А вот сейчас сможешь все поправить. К тебе на дом пришли, добром расспрашивают, ответь, и все в порядке будет. А точно защитите, уточнил Дима, не дожидаясь новых заверений, махнул рукой. Так уж тому и быть. Только ты, Кать, значит, уведи ораву нашу, дай с мужиком потолковать. Да что ж такое, есть в этом доме место, где укрыт человек. Им отвели тесное место между шкафом и двуспальной детской кроватью. Со стены свешивался, подвернув внутрь усталые лапы, плоский плюшевый тигр. То, что Катя в Юрково не подпускала к ним близко детей, создавало некоторую иллюзию уединения. Милиционеры были, это ты прав. И не люди в милицейской форме, как ты сказал, а милиция наша родная, самая натуральная. Их же потом и железнодорожники признали, когда они удостоверение предъявили. Когда потом? Да ты меня не сбивай, я и сам собьюсь. Там такое страшное будет, что собьюсь обязательно. Потом это значит, когда Гришку растерзанного за скорым поездом проволокло и отшвырнуло. А вначале мы вчетвером ехали в одном вагоне из Москвы. Поздно за окном чернота кромешная. Скамейки стоят сплошь желтые и пустые. Ну, его, значит, нас трое. Гриша, Свет, Мохоткин и я, и их двое. Только они, во-первых, милиция, а во-вторых, уж очень ужасно, как тебе сказать, были здоровенные. Но мы на это до поры до времени внимания не обращали. Ни к чему нам было. Ну, едут в одном вагоне и едут. Мало ли кто едет. Вы, может, удивляетесь, что у нас с Гришей было общего. Он же, как-никак, ученый, доктор, наук или кандидат, не помню, в общем, химик. А мы же совсем простые. Я на заводе работаю, а Мохоткин даже сидел. Так я объясню. Моим другом сначала был Мохоткин, а они с Гришей были соседями. Вот через него мы и подружились. Мне с ним было интересно. Он мне книги подсовывал для общего развития. Те, которые на лотке не купишь и в библиотеке не всякие возьмешь. Он мудрый Гриш-то был. Я по его советам отношения с Катей наладил. У нас тогда временно как бы все растрескалось. Я позднее не раз удивлялся. Чего же он с собственной женой жить снесло, а? Значит, такая была баба. Но я не о том. Я скорее о том, почему я вот сейчас столько лет спустя решился заговорить во имя Гришиной памяти, чтоб тем, значит, кто его убил, наконец настало возмездие. Глава сорок первая Виктор Милютин, впустив племянницу в дом, не позаботился даже о том, чтобы запереть дверь. Это сделала Лиза, нажав на рычажок замка. Ну, дядя, вы даете, посвятилась она. Воров не опасаетесь? Кого? недослышал Милютин. Ну, воров, убийц, грабителей. Никого я не опасаюсь. Стоял перед ней, покачиваясь, Милютин. Ко мне никто не заходит. Тараканы и те от меня ушли. Крысы избежали, как от чумного. А я был брат. Любой тварей божьей был брат и убийцы. Только кому это нужно поднимать руку на такую падаль? Наверное, уверен, что я сам по себе уж сдох. Но ведь я же к вам пришла, тихо сказала Лиза. Виктор Сергеевич поднял на нее огнетенный, недоверчивый взгляд, словно этот очевидный факт нуждался в подтверждении. Лиза стояла перед ним, не собираясь превращаться в галлюцинацию. На белом шарфе пятно, которое она, по всей видимости, посадила только что в подъезде. Снежинки остро сверкающие тают в темно-русых волосах, вся отчетливая, свежая и безгранично живая. Ты-то пришла, смирился он наконец с очевидностью. Но ты не в счет, мы с тобой как-никак родственные души или, нет, просто родственные, родственники. Чтобы подтвердить родственные связи, он коротко и нелепо взмахнул рукой, в которой все еще оставалось. Зажатая ручка красно-белого целлофанового пакета, ощутив его зыбчатую, скользящую тяжесть, вскрикнул, словно мать, едва не подчинившая по неосторожности вреда младенцу. И души тоже родственные, сделала Лиза заявку на будущее. Вы скоро убедитесь, дядя, не трясите так сумку, разобьете, давайте я накрою на стол. Войдя в комнату, Лиза протянула что-то наподобие о, блин, вульгарно, но действенно, когда хочешь справиться с внезапно нахлынувшим недоумением. Прежде чем накрывать на стол, его надо было найти. А найти стол среди хаоса, составлявшего главную черту дизайна Милютинской квартиры, было по силу разве что лучшей служебно-розыскной овчарки. Виктора Милютина от верной смерти спасало лишь то, что в комнате в доме постройки сороковых годов были высокие потолки, иначе беспорядочное наслоение вещей накрыло бы его с головы. Потоп предметов примерно так выглядело. Из полуоткрытых дверей шкафа, несшего вахту вдоль одной стены, высовывались бесчисленные трусы, носки, рубашки, рукава курток, ушки подушек, все замызганные, старые, скрученные. На деревянных полках, украшавших другую стену, теснились спортивные кубки, горшки с растениями неопределимого вида и рода, павшими смертью храбрых в борьбе с вечной засухой. Какие-то дряклые сувениры союзных республик, коробки из-под сигарет, а, может быть, и с сигаретами, отжившие свой век зажигалки, фигурные пепельницы, археологический слой пыли обволакивал эти бренные останки. Особенно сильное впечатление производили почти новенькие, не слишком запыленные, телевизор и видеомагнитофон, торчащие подобно снежным горным вершинам среди холмов, образованных картонными коробками и нестирным постельным бельем. Осененная догадкой Лиза смела на пол один такой холм, подозрительно возвышавшийся возле кровати, и оказалась права. Под ним обнаружился журнальный трехногий столик, некогда полированный, но и в теперешнем состоянии, пригодный для того, чтобы ставить на него водку и закуску. — Рюмки! Я сейчас рюмки! засуетился Виктор Сергеевич. Он извлек откуда-то со средней правой полки две хрустально изысканные рюмочки, узор чтын, не то согласно замыслу изготовителя, не то благодаря насохшим на ее стенках слоям прошлых спиртных напитков, и отправился мыть их на кухню. Увидев глазами племянницы не самую худшую часть своей квартиры, допустить Лизу на кухню он постыдился бы. О состоянии канализации свидетельствовал всепроникающий с башок фекалий, уловив которой Лиза обеспокоилась, не придется ли ей в случае физиологической нужды убегать из дома госпримного дяди торопливо искать общественный туалет за 10 копеек или за 50 рублей, сколько стоит посещение общественного туалета в Москве. Впрочем, эта мысль ненадолго задержалась в ее сознании. Ей было о чем беспокоиться помимо таких низменных тем, сколько сил ей стоило отвертеться от телохранителя, убедить папу, что мир не перевернется от того, что она опробует новую машину, самостоятельно промчавшись по городу. Ну, это папа, а мама, пожалуй, что-то заподозрит. Ей не понравится, что Лиза поехала к дяде Вите. Спрашивается, почему? Сейчас узнаем. Плеск воды доносился в комнату уже целую минуту, наверное, отмыть рюмки оказалось нелегко. В данный момент снидавший Лизу беспокойство чуть-чуть утихло. Скорее, даже захламленная, изуродованная, неряшливым бытом квартира парадоксальным образом успокаивала младшего отпуска могущественной династии Плаховых. После знакомства с тем, какова была деятельность отца в Приволжске, Лизе трудно было вести прежнее беззаботное существование в роскошной квартире или загородном доме, где каждая подробность спрашивала, на какие деньги меня приобрели. В ожидании дяди Лиза то рассматривала окружавший ее кавардак, девясь, какого же должно быть внутреннее состояние человека, чтобы так отражаться на внешней сфере и останавливала взгляд на бутылки водки в маслянистой прозрачности, которой чудилось нечто от магического кристалла, способного открыть истину, новую истину, точнее, новую грань истины. Лиза не испугается, нет, она достаточно много узнала за последние дни, чтобы открыть мир не таков, каким до сих пор представлялся. Рюмки поставлены на покоробленную столешницу, после мытья обнаружила, что их узор напоминает звезды, может быть, даже лучистые цветы, расцветающие где-то на хрустальных морозных лугах. Свет в комнате не включали, и сходство со звездами увеличилось, едва по узору рюмок ударил закатный луч, который с какой-то стати решил устроить пасмурному дню триумфальные похороны. Ну, что, родственная душа, дернем? Дернем. Лиза отважно приняла предложение, но не протянула руки к рюмке. Заметив это, Виктор Милютин скорбно и понимающий усмехнулся. Не бойся, Лиза, ты упрекаешь меня за то, что я пью, я правильно поступаю, что пью. дядька. Сейчас узнаешь. Лучше и тебе сегодня пицца. Когда протрезвеешь, имеешь право себе сказать, дядя никаких ужасов не рассказывал, это мне в пьяном бреду прислышалось, а лучше все забудешь. Тебе знаешь, что покажу? Поддержи. Это моя фотография. И не угадаешь, который из этих здравяков твой дядька, правда? На первом месте на пьедестале почета это я. Когда-то Лиза и мне довелась постоять на первом месте. Ну, и улыбка была у Витьки Милютина. Сияла точно праздничная иллюминация. Парни с такими улыбками рождаются редко. Уж если родился, вторный путь вперед и выше обеспечен. Конечно, Юра Гагарин исключительный случай, но и пониже космоса, нашей земной атмосфере достойные цели есть. При Волжской школе Витю постоянно выдвигали в числе главных насмотры и пионерские праздники, хотя отличную учебу он не блистал. Больше упирал на общественную работу и спорт, занимался художественной гимнастикой. Правда, когда пришло время выбирать жизненный путь, на гимнастерку все ж не понадеялся, избрал нелегкую стезю охраны общественного порядка. А рядом с ним росла его сестра Татьяна, не умевшая так неотразиму улыбаться, зато наделенная редким для женщины и для мужчины упорством. Витька светленький, Танька темненькая, судачили родственники и знакомые, и замечание относилось не к цвету волос. Брат и сестра уродились оба русы в одну масть, но темная природа Татьяна на упорство Виктора до порода времени не заботила. О чем волноваться, если сестриного упорства обращалось исключительно ему на пользу? Опережая его в общественной работе, поощряемой партией и правительством, круто вспрыгнув вверх по служебной лестнице, благодаря выгодному замужеству, во имя которого ей пришлось развалить предыдущий брак своего избранника Глеба, Татьяна всю пробивную силу, в сотню раз превышающую силу средневекового стенобитного орудия обращала на пользу родным, но, конечно, в первую очередь себе, но и родным тоже. Не ее разве стараниями, родители и лютины сразу после того, как дочь сменила фамилию на Плахова, прибавили к своему садово-огородному участку давножеланные сотки. Какие стимулы заставили владельца этих соток практически бесплатно с ними расстаться, эта песня особая. Не Татьяна на Миразье усилиями Вичка с его весьма средним аттестатом обошел более достойных абитуриентов и стал студентом местной академии права. Это счастье имеет такую сестру. Виктор сестру любил, но за счастье почитал держать ее на расстоянии. Получив диплом, уехал в Москву, там работал в милиции. Держали его там не из милости, не из уважения к заслугам зятя Глеба Захаровича, а потому что по-настоящему ценили, значит, было за что. Ощущая себя состоявшимся человеком, Виктор Милютин радостно принимал у себя в квартире сестру с племянниками во время их московских визитов. Ну да, что долго объяснять, Лиза и так все помнит, ведь помнит, ведь он, Виктор, тогда был не таким, как сейчас. Татьяна оторвав брата от шумных игр, с Борей и Лизой уводил его в коридор или на кухню, там шипело, ты женишься когда-нибудь, смотри, пройдет твое времечко, никто на тебя не польстится, успеют, Аня. Мужик, как коньяк, с возрастом так крепче, отшучивался он. Ну, смотри, крепкий мужик, шевели мозгами, а то я подыщу тебе выгодную невесту. Татьяна постоянно навязывала свои услуги. Часть из них Виктор принимал, а часть отвергал. Но чем дальше, тем сильнее крепло убеждение, что за принятые от сестры подарки рано или поздно придется расплачиваться, не обязательно деньгами, и роковой час пробил. В тот день Татьяна явилась к нему без детей, в чем-то широком, разлетающемся, украшенном перьями. Элегантный наряд плохо соответствовал, и раздавшейся коренастой фигуре, и внутреннему напряжению, более подходящему для тяжелой работы. Татьяна выглядела во всех этих перьях мускулистым страусом, который вопреки пышному хвосту не может взлететь. Духами от нее воняло так интенсивно, что острый запах выявлял всю свою спиртовую основу. Ему в первый миг, когда она выступила из-за двери, даже померещила, будто сестра пьяна. Сам Виктор тогда, если употреблял ту самую каплю по праздникам и в компании. Давно приехала Таня? спросил Виктор, отступая, как всегда, перед напором ее энергии. Глеб тоже в Москве? Глеб у себя в Приволжске, я одна. Впусти меня, Витя, у меня к тебе основательный деловой разговор. Примостяс в углу дивана, терзая пальцами валик, как кошка, которая старается сорвать мешающий коготь, Таня заговорила сухо и деловито. Есть один промышленный проект, который поможет им обогатиться, и там миллионы, миллиарды ини рублей. Витя, не рублей. Фактически они уже все у нее в кармане, препятствием является один человек. Этого человека надо кончить. Если это сделает Виктор собственноручно, или через верных ему сотрудников, может твердо рассчитывать на один процент акций в компании. Что значит кончить, оторопил Виктор, убить. Спокойно перевела Татьяна. А когда дело будет сделано, я тебе гарантирую один процент. Это очень много. Между близкими родственниками не приняты денежные расчеты. Но это не значит, что оплата в другой валюте не принимается. Платят временем, нервами, слезами, кровью и хорошо истока своей кровью. Виктор ударился в панику, пытался отговорить сестру от уголовщины, убеждал, что преступления редко бывают успешными, а если даже и так, то их плоды никогда не приносят преступникам счастья. То, что он на убийство не пойдет, было для него настолько же очевидным, что солнце встает на востоке, а заходит на западе. Но Татьяна была необорима, как капля, долбящая камень, как резиновая стена, как древнегреческий рок. Игнорируя его разумные доводы и эмоциональные заклинания, она твердила только о том, какую пользу принесет это убийство, как легко его осуществить с глевыми деньгами и Викторовыми возможностями. Виктор попытался ее выставить, она не ушла. Она как тисто вцепилась в валик этого самого дивана, который Милетин так и не сменил, хотя не раз порывался и гнуло свое. Виктор хватался за голову, призывал, заклинал, наконец устал и замолчал. Лишенному голосу ему оставалось только слушать, и постепенно в помраченной его башке солнце взошло с запада. Убивал не собственными руками. Татьяна и не требовала от брата такой самоотверженности, которая в случае провала могла ее серьезно подставить, но и исполнителей подбирал лично. Фролов и Панасенко, не глупые, не пьющие, регулярно представлявшиеся к следующему званию, и за день готовые совершенно на все. Для начала они проследили маршрут Григория и Света, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, совершавшего изнурительные поездки на электричке Москва-Домодедово. По четвергам возвращался поздно, часов в десять вечера, когда основной людской поток успевал отклынуть. Вникнув во все обстоятельства, Виктор Милютин предложил наиболее простой и совершенный способ убийства. Фролов оземка миле, ноябрь, ноябрь, а ранняя весна, начало марта. В России большая часть года холодная, поэтому убивают большей частью в то время, когда холодно. По весне, когда растает снег, ждущие опознания трупы показываются на поверхности земли, за что получили от судебных медиков иронически ласковое название подснежники, но это из раздела милицейской лирики. Нас ждет грубая проза. Григорий Свет ехал не один а с двумя друзьями. Первый друг худой и с тихим голосом не представлял угрозы, зато второй, мощный как борец в тяжелом весе, заставлял призадуматься. Реализацию плана можно было отложить, но Фролов и Панасенко не из тех, что боятся трудностей, тем более задатка не уже получили. Электричка медленно ползет, подолгу задерживается, пропуская встречные составы. За длинным рядом окон темнота, в которой подвешены на невидимых нитях разноцветные огнестанции домов. Но для тех, кто досконально изучил движение на этом участке пути, темнота не является непроницаемой. Красным пунктиром горит вне участок перегона, наиболее подходящий для лишения человека жизни. Григорий Свет курил в тамбуре. Длинное, вытянутое жизненными неурядицами лицо, морщины, непрекаянность, глубокозапрятанная человеческая теплота. Закуривал, защищая огонек спички от ветра, хлещущего из-за разбитого стекла двери. Поднял голову, когда двое в милицейской форме вошли в тамбур, улыбнулся. «Ребята, вам чего?» Ребята подготовились лихо. Один раз сдвигал двери, другой толкал света в зияющий, скрижащущий черный, пышущий острым белым снегом проем, за который изобретатель цеплялся худыми пальцами с нездоровыми ногтями, слоистыми, пожелтевшими от никотина, повторяя, «Ребята, вы что, я же вам ничего не сделал!» Надея, что это не те нападения, кого он ждал, когда обращался к нотариусу с просьбой о защите, что это дорожное хулиганство со стороны куражащих сментов. Не утратив огонек этой надежды в глазах, он отпал от дверей, когда не смогли его больше держать переломанные ударом спога пальцы, и полетел в ней спад встреч на локомотив. Закричать свет успел так, что стоп-кран дернули в другом вагоне, до которого докатился прежде этот вопль, человеческий, растерянный в первую секунду, стремительно выросший дарево животного, чью размозженную плоть накручивает на себя колесо судьбы. Относительно спутников Григория, Света, Фролов и Панасенко не проявили должной проницательности. Струсил как раз тот из них, который был мускулист, огромен. Он застыл, не решаясь войти в тамбур, где кипела борьба, а то второй, тощий, не раздумывая, бросился на выручку, вцепился в рука Фролова, как маленькая, но отважная собачонка, и, как знать, возможно, изменил бы соотношение сил, но с Григорием Светом уже было покончено. Он же был не жилец, падая под колеса поезда. Его предсмертный крик парализовал тощего световского приятеля. Вся его храбрость улетучилась в один миг. «Хочешь мы тебя туда же!» припер его к грязной тамбурной стенке Фролов, стремясь разобраться с этой непредвиденной помехой, пока не набежал народ. «Есть часа позже, если я княж не то, что следует. Не надо, у меня дети, вот тот, что дети. Показания напишешь, какие попросим». «Напишу». Всей этой растянутой и пронзительной сцены Виктор Милютин не наблюдал, однако живо восстановил ее по рассказу своих подчиненных. Они еще ждали дополнительного материального поощрения за то, что так ловко вышли из ситуации с нежелательными свидетелями, на основании показаний, которых был составлен безукоризненный протокол, и очень удивились, когда начальник обругал их бестолочами. «Свидетель все равно свидетель». Но убрать в дополнение к свету в Юрковой Мохоткина не приказал. Слишком много трупов подозрительно. И материальное поощрение вдовеса к обещанному выдал. Из своего кармана платит, хотя, наверное, теперь из своего. Концерн пластик теперь его концерн. Из художественной литературы известно, что убийцам частенько мещицы убиты. Виктору Милютину неизвестно, что там творится в дебрях из-за скорузлой психики Фролова и Панасенко. Но ему ни разу не являлся Григорий Свет, которого он не видел ни до, ни после смерти. С ним произошло нечто худшее, не нашедшее достойного отражения на страницах книг, потеря интереса к жизни. Ему не нужны были ни деньги, ради которых хотя бы формально он решился на преступление, ни продвижение по службе, которую он бросил в начале июля этого черного завьюжного убийства года. Не нужно было совсем ничего. Татьяна, испуганная тем, что творится с братом и упрекая его в отсутствии силы и воли, она-то, в отличие от него, слабая женщина, не впадает в репрессию и спит спокойно, постаралась подсластить пилюлю одним процентом акций, которые, согласно ее обещанию, совсем скоро начнут приносить верный доход. Обещание не обманули. Только вот никакого счастья Виктору Милютину это не принесло. Оказалось, что кое-что его все же способно интересовать. Спиртное, как облегчение, как утешение, да нет, просто так само по себе. Виктор запил со страстью, которую сам от себя не ждал. Пил воскокачественные марочные вина, и всякую дрянь его хватало на все. Татьяна собиралась вести его к модному психиатру, но в опасении, чтобы под гипнозом брат не сболтнул лишнего, ограничилась полумерой. отобрала один его процент акций, пообещав переводить на сберкнижку прожиточный минимум, исключающий беспробудное пьянство. Виктор был в то время настолько пассивен, что согласился глазом не моргнув. Моргать глазами было трудновато, потому что глаза днем и ночью были у него заплывшие. Он чувствовал, что гибнет, а гибнуть он не хотел. Почему? Вот вопрос. Он не хотел гибнуть, но навсегда утопил в вине свою светлую улыбку, которая вела его к вершинам и спасала от всех неприятностей. Теперь Виктор пьет редко, а что касается прочего, ощущает себя в том же полуподвешенном состоянии. Ему незачем жить, но он боится смерти, а еще пуще смерти боится, что убийство раскроется, его посадят в тюрьму. Будет ли ему в тюрьме хуже, чем сейчас? Физически да, морально, бабушка на двое сказала, но пробовать он не хочет. Почему? Вот второй вопрос. Не однажды он, как-то как крещеный, собирался пойти в церковь и открыться священнику на исповеди, но каждый раз что-то удерживал его. Не донесет ли поп, ведь про них в газетах пишут разные, а если не донесет, того страшнее, скажет, не простится тебе твой грех, пока сам в нем властям не признаешься. А на такой шаг Виктор не смелится никогда. Вот и ходит он. Среди людей лунатиком, точно, леди Магбет с ее окровавленными руками. Не удивляйся, Лиза, не удивляйся. Твой дядя хоть и пьющий, не такой уж необразованный, а так и сейчас заняться ему нечем, много книг прочитал. Это пригвожденная к позорному столбушек с пиром леди Магбет так себе слабенькая бабешка. Одно название, что леди. Слишком у них в средневековой Шотландии люди были совестливы, через убийство добиться чего хотела, а из-за этого ночами бродить нет. До Таньки плакала и далеко. Вот кто настоящая злая леди. Во время обстоятельного сопровождающегося чинным опрокидыванием рюмочки рассказа Виктора Милютина в комнате окончательно стемнело. Исчез из видимости стол с бутылкой и закуской, и Лиза, которая забилась в дальний угол дивана, не подавая реплик, даже дыхание перестало слышаться. Леденящая фантазия подскосила Виктора. А может Лиза незаметно встала и ушла, а может быть, никакой Лизы и не было, и это он для удобства, вообразив собеседницу, в тысяча первый раз все это говорит сам себе. Чтобы удостовериться, он резко выбросил руку в сторону предполагаемой Лизы. Мягкая шерстяная кофточка, скользящее тепло, которое погасило удар, все это доказывало, что предполагаемой Лиза не была. Попутно удар сразил не до конца опорожненную бутылку, которая со звоном покатилась по стулу, выбрызгивая на участников застолья остатки пахнущего спиртом содержимого. И как будто напряжение, копившееся во время рассказа, разрядилось, вспыхнуло у Виктора криком и руганью, у Лизы слезами. Ты чего сдаилась, а? Чего ты сдаилась? Испугалась? А? Сама напрашивалась? То да и твою! Чего ты напрашивалась? Дядя, миленький голубчик, я все понимаю, мне тебя жалко, только не дотрагивайся до меня так, пожалуйста! Субтитры создавал DimaTorzok